Здравствуйте, мои дорогие, любимые и самые замечательные слушатели подкаста. И в сегодняшнем подкасте я хочу вам предложить часть моего прямого эфира, который прошел в нашем закрытом аккаунте Instagram по управлению реальности. Я сегодня отвечала на вопросы, связанные с миссией, связанные с предназначением, связанные с целями и фокусом на главном. Я предлагаю вам послушать этот эфир, думаю, что он будет вам полезным. Передаю привет всем, кто находится на моем марафоне управления реальности. Всем передаю любовь и приятного прослушивания. Полетели! Привет! Для вас привет! Здравствуйте! Сегодня прямой эфир посвящен нашему управлению реальности. Я, знаете, зашла такая в эфир, думаю, где люди? Где вообще люди? Я после этих своих трансформаций тренингов вообще плохо чуть-чуть поднимаю. Думаю, неужели вообще людей нету? Где люди? Ну что, здрасте! У нас сегодня эфир посвящен нашему проекту управления реальности. И вы уже перевалили далеко за половину, и вы трансформируетесь. И сегодня эфир ответов на вопросы, поэтому жду ваши вопросы. Пожалуйста, задавайте. Да, Леночка, привет! Привет! Машенька, привет! Всех вижу! Да, здрасте, мои любимые! Готовьте свои вопросы, задавайте. У нас в чате были вопросы, сейчас я пока на них поотвечаю. Да, здрасте! Да, Машенька, привет! Я пока на них поотвечаю, и вы параллельно можете задавать вопросы. Вот, вопросы. У меня главная цель связана с реализацией своего призвания. Благо, я его уже достаточно давно нашла, и иду по этому пути. Даже алгоритм вывела четко по пунктам, как найти предназначение. Вот, кстати, если есть алгоритм четкий, это очень круто, можно это написать и в люди двигать. Так вот, моя цель, что я вижу в конце? Я выступаю перед огромным стадионом людей, которые пришли послушать меня. А вообще, я езжу по миру и провожу свои лекции и тренинги. Вопрос, а как же сейчас поставить конечную цель, типа она есть, если у меня есть аудитория своя, но от силы человек 30-40? На самом деле, вот эта цель, она очень пересекается с моей Юлиной однозначно. Я здесь могу сказать свой конкретный опыт. Здесь очень важно из такой глобальной цели вытащить вопрос эго и неценности себя. Очень часто мы ставим глобальные цели о том, что хотим держать стадионы. Почему? Потому что нам хочется не давать людям, вот слушайте внимательно вот эту цель, да, нам хочется не давать людям, научить их чему-то новому, дать возможность выйти на новый уровень, там, не знаю, соединить маму с папой в них, зажечь в их сердцах свет, а для того, чтобы самим потешить свое эго. И вот тогда она цель не из того места, не из правильного места. Мы хотим не дать, а взять. И это очень важно понимать, знаете, вот честно по себе скажу, у меня достаточно давно стоит подобная цель. Вот кто, Леночка, знает, у меня Лена была два года, Лена, да, прошло с тех пор, как у меня был курс на богатство. Вот тогда на курсе на богатство мне что-то отстенилось, когда я сказала, я хочу собрать олимпийский. И вот я год прожила с такой целью, и вот когда я была сейчас у Тони на тренинге, не сейчас, когда я там была, ну, в общем, месяца два или три назад, когда я была у Тони на тренинге, я это четко увидела. Я же вижу энергию, я вижу эту энергию, как Тони, он берет мощный поток энергии и отдает в зал. И очень часто у нас цели, я хочу, чтобы у меня было в подчинении 2500 человек, знаете, я хочу, чтобы у меня платья продавались там в 38 филиалах, я хочу вот такие вот цели, когда мы ставим амбициозно, я хочу, чтобы там мои дизайнерские проекты продавались на уровне мира, мы хотим туда пойти с этими дизайнерскими проектами, а не дать что-то свое, а взять. Понимаете, да? А, вот Леночка тоже была на этом курсе, да. Я вот здесь четко, когда я только увидела энергетически, как это делает Тони, я тогда только поняла, что это значит с точки зрения цели. И когда мы поменяем фокус, когда мы захотим пойти на сцену, не знаю, стать известными дизайнерами, стать известными телеведущими, не потому что мы хотим получить, кстати, послушайте вчерашний мой подкаст про Мерлин Монро, да, она хотела немного получить. А когда мы пойдем на эту сцену для того, чтобы дать, например, я знаю, я Юлию Ходарцевой, я знаю, что если соединить в себе там маму-папу, соединить темное и светлое, человек становится целостным. И я очень хочу, чтобы люди это сделали, чтобы они переставали в партнерах искать маму и папу. И мне все время хочется это все через разные источники доносить, да, и тогда я хочу дать. И вот когда у меня в голове это сложилось, у меня в сознании это сложилось, когда увидела Тони, как он берет энергию и щик ее по всему залу, и как волна эта энергия пошла. Вот тогда, я надеюсь, это ценно, да, для вас, тогда меняется фокус. И вот первое, что нужно сделать перед тем, как вычистить вот эту цель от, ну, потому что я знаю, что у вас у многих цели, там, чтобы моя книга стала известна на весь мир, чтобы мы, там, я, там, помогла в инвестициях всем, вот это вот все. Оттуда надо вытащить, взять. Оттуда нужно тотально вычистить желание взять от людей. Потому что когда вы хотите от людей взять, люди не идут, понимаете? И тогда вы должны четко понимать, я здесь, даже когда у меня 30-40 человек, да, 30-40 человек, со мной все в порядке. И сейчас у меня энергии, чтобы дать 30-40 людям. И для того, чтобы мне дать, там, не знаю, 10 тысячам, мне нужно работать с собой, чтобы уровень моей энергии рос. Понимаете? И тогда меняется угол наклон, тогда у тебя начинается энергия в тебя, джиг-джиг. То есть ты не хочешь людей получить, чтобы у них взять, а ты как раз таки себя расширяешь, расширяешь. Раз у тебя уже не 30-40, а 100. Раз у тебя уже не 100 тысяч, а раз у тебя уже не 1000, а 10 тысяч. И там филиалы открываются, продажи растут, у тебя везде заказывают, как дизайнеры и прочее. Понимаете, да, о чем я здесь говорю? И вопрос, на самом деле, здесь о том, как же поставить конечную цель, если у меня есть аудитория своя, так же ставить. Ну, просто здесь надо четко понимать. То есть я, например, четко понимаю, что олимпийский за год, ну, как бы не собрать. Да, например, он сейчас уже вообще не собрать, он стал стадионом. Ну, в принципе, да, ну, там, не знаю, крокус за год не собрать. Но я четко понимаю, что через 5 лет это может быть крокус, тогда через 4 года это будет там аудитория, не знаю, 3000 человек. И вот так по шагам. И тогда конечная цель, она может быть через 5 лет собрать там, сколько ты хотела у меня. Тут есть конкретное? Просто тоже здесь хочется конкретно. Вот, например, когда я к Хеллингерам езжу, у них там 2000 человек, да, у Хеллингеров. Потому что это расстановочные процессы. И 10 тысяч в расстановочных процессах сложнее удержать, чем 10 тысяч, если ты просто что-то рассказываешь, понимаете? Потому что расстановки обязательно, чтобы ты каждого поля держал. Ну, вот, например. И если, например, это опять дизайнерский проект, это тяжело удержать 20 тысяч человек, да, в дизайнере, в дизайнерстве. Потому что это больше эксклюзивная работа. Скорее всего, я не знаю. Понимаете, да, о чем я говорю? И здесь должна быть цель, вот как мы любим, спас марту. Конкретная, реалистичная, измеримая. Ну, и так, чтобы твоя энергия выдержала. И вы берете, через 5 лет ставите свой олимпийский, через 4 года ставите что-то поменьше, и так-так-так по шагам прописываете. Поэтому конечная цель, она должна быть конкретна. Вот здесь, в этом вопросе нет конкретики. Вот мне не хватит. Вот так вот, моя конечная цель, что я вижу? Я выступаю перед огромным стадионом людей. Вот огромный здесь не пойдет, здесь нужно прям четко понимать, это 2 тысячи человек или это 10 тысяч человек, или это 26 тысяч человек, например, да. И каждый день, ваше там было задание, когда вы каждый день, у вас звенит будильник, и вы читаете эту цель. Каждый день ты потихонечку делаешь к этому какие-то шаги. Вот. Я ответила или нет, девочки, это Вика, по-моему, задавала вопрос. Вика, ты здесь? Я ответила на этот вопрос твой или нет? Цель ставить обязательно. Но чтобы я очень хотела, чтобы вы сфокусировались на том, чтобы дать, а не взять. Вы поймите, вот опять же, послушайте мой... Сегодня я подкаст. У меня что-то знаете после этого тренинга, я не очень понимаю. Я сегодня записила подкаст про халяву. Вот я там говорила, писала подкаст, бутылку увидела, я там про бутылку говорила. Вы поймите, вот это ваша энергия, это ваша энергия. Ее здесь полтора литра. Вот эта вода, это ваша энергия. И вы можете этой энергии дать только полтора литра. И если эти полтора литра только на 30-40 человек, ваша задача работать с собой, вот с этой бутылкой. Чтобы эта бутылка стала там тремя литрами, десятью литрами, цистерной, не знаю, там, заводом по производству воды, понимаете? И это очень важно. В таких целях, которые связаны с миссией, с предназначением. Вот, я сейчас сама это понимаю, да? У меня у самой где-то год назад было немного другое состояние. В общем, еще раз, очень важно вычистить оттуда взять. Потому что вот бутылка полная, видите, она закрытая. И ты, когда пытаешься взять, ты сюда ничего не впихнешь. Невозможно сюда ничего впихнуть. Поэтому в базе сначала надо отдать, а потом она сюда заливается новая. И тогда расширение происходит. Ответила Виктор здесь. Это уже ловительный вопрос. Я не знаю, Вика здесь или нет. Если есть дополнительный вопрос задать. Так, иду читать ваши вопросы, мои любимые. Так, Валера присоединился. Валеру вижу. Так. Танечку вижу. Танюш, привет. Так. Читай. А как совместить желание дать и финансовые стороны? Труд же и энергия должны оплачиваться. Когда ты даешь, часто и много, кстати, просто так. То идет перекос. Как это сбалансировать? Дорогие мои, не бывает перекосов. Всегда все приходит так, как нужно. Чем больше ты даешь, тем больше приходит. Поверьте мне. Знаете, я вот в какой-то момент поняла, что я не буду по поводу этого сильно заморачиваться. И оно по-любому возвращается. Вы сами видите, сколько у меня бесплатных проектов. Я даю и подкасты, и я голодаю на желание, и планку, и много эфиров даю. Но вы все это видите. Я не заморачиваюсь об этом. Не нужно на этом зацикливаться. Вот опять же, смотрите, вот она бутылка. Ты взял, разлил эту воду всем. Бутылка стала пустой, она пустой никогда не останется. Если в тебе есть резервуар, он вернется. Он обязательно вернется. Главное дать, чтобы сюда что-то новое пришло. Так, если надо, я задаю дополнительный вопрос. Задайте мне. Очень много мыслей вызвал ответ. Просто супер, благодарю. Так. А работаем мы через физические нагрузки для тела, чтобы оно выдерживало энергии, и делаем практики. Слушайте, через все работаем. Опять же, я все время вам говорю, у нас есть душа, тело, личность. Нам надо развивать во всех трех направлениях. Кто ходит к каменному занятию, вы сами знаете, я всегда иду через душу, тело и личность. Важно, чтобы все выдерживало, да. Потому что, ну вот я опять же сейчас приведу пример. Сейчас была на этом тренинге из ГТ недельном. И там, конечно, очень много всего. Там и по душе, и по личности трансформации жуткие. И тело нужно выдерживать. Да, реально я там ем. Ну прям ем. Благо у меня есть там свои выходы, чтобы тело выдерживая. Физическими упражнениями занимаюсь. Там не ем нездоровую пищу. Там поддерживаю физическое тело, чтобы ему было легче. Там массажи делаю и прочее. Да, нужно все делать. Нужно, во-первых, личность развивать. Это все вещи, где вы учитесь на уровне личности. Где вы читаете книги, ходите на тренинги. С уровня души работать. Это все вот эти темы, которые идут за пределами личности. То есть это все там медитации, практики. Такие тренинги, которые у нас на уровне души работают. Ну вот ко мне вы сейчас приходите. Сейчас я с вами работаю и на уровне личности, и на уровне души. И у вас с трансформацией идут. Но тело, оно в ваших руках физически. Идите, вот вы сейчас побудете на эфире, там, 15-20 минут. И вам еще нужно, то есть такая энергия обгрузилась в тело, тело нужно выдерживать, выдерживать. Тогда вы берете и тело тоже поддерживать. Это как ребенок, он уже когда растет постепенно, ему потихонечку, потихонечку, потихонечку ложечку увеличивают, да. Ложечка должна быть по размерам, да. И вот если, например, кто только-только начинает там заниматься психологией, если вы там в октябре к Берту Хиллингеру поедете, у вас может реально физическое тело не выдержать. Оно может слечь. Это вот про то, когда ты умеешь кушать только маленькая ложечка, и в тебя кастрюлю ш-ш-ш-ш-ш вливают. Конечно, разорвется все. Поэтому, чтобы увеличивать эту бутылку, нужно работать со всех сторон. Не получится только накачать тело, или только получить знания, да. Нужно со всех сторон. 3D такое даже, 7D, я бы сказала, расширяться. Бутылка у нас сегодня в подручный материал. Так, вопрос. День про двери. Оказался очень сложный. Не понимаю, от какого проекта отказаться. Если все одинаково интересны. Все понимаю, у меня не хватает. Понятно, непонятно, как выбирать. Знаете, недавно у меня была расстановка, и я это сама четко увидела, что нельзя... Я прям это четко вижу сейчас. Нельзя заниматься многим сразу. Знаете, вы либо нигде, либо в чем-то конкретном. Вы не можете расфокусироваться. Так не бывает. Это, ну, примерно, когда у вас там, не знаю, вы заводите себе 8 мужчин, да, и пытаетесь со всеми с ними строить здоровые, развивающиеся отношения. Это очень тяжело, потому что у вас расфокусировка очень сильная. То есть здесь важно признавать, что ты либо сейчас поверхностно везде и очень сильно энергетически изматываешься, либо все-таки чем-то конкретно занимаешься. Знаете, я вот по себе, например, скажу вам... Так, вот у меня был период, когда я там занималась шубным бизнесом, у меня прям были магазины шуб в Москве, и я уже начала заниматься психологией. Я просто понимала, что... Два абсолютно разных направления, слышите? Вообще категорически разных. И я прям стала понимать, что у меня просто начинается психоз. Правое полушарие в шубу, левое в психологию. И я прям однажды поняла, что я так не могу, я просто разрываюсь. Просто, ну, реально разрываюсь. Я там приняла решение, что от чего-то я отказываюсь. Нельзя глобально, с точки зрения деятельности, это очень сложно. Давайте так не будем говорить, что это невозможно. Это реально очень сложно усидеть на двух-трех стульях одновременно. Поэтому все-таки нужно прислушаться к себе, понять, что тебе больше приносит удовольствие. И, может быть, попытаться на время отложить. Можно попробовать по-другому, понимаете? Но из практики, из практики расстановы, которые я вижу, очень много энергии сливается, когда вы не можете определиться. Ну, еще раз, вот, представьте, у вас 4, сколько там у тебя проектов? Сколько проектов? Так, вопрос, день про дверь. Оказывается, очень сложно. Не понимаю, как все проекты. Сколько проектов? Вот представь, что в каждом проекте твой мужчина, с которым у тебя с каждым серьезные отношения. И вот они тебе одновременно звонят, говорит, я внизу, выходи, поехали в кино. Представь, что с тобой происходит? Здесь вопрос даже не в мужчинах сейчас. Что происходит с тобой в этот момент, когда они все три приехали, и все тебя ждут внизу? У тебя просто конкретный слив энергии, просто слив. И 90% времени ты сливаешь эту энергию на внутренние диалоги с собой. Поэтому, как, знаете, говорят же, лучше освободить место. Освободить место и качественно работать с чем-то одним. Сейчас я хотела пример конкретно привести. Я когда пришла работать в академию, на меня начали идти люди, потому что энергии... На меня начали идти люди, мне начали давать кучу-кучу-кучу-кучу-кучу разных мастер-классов. 9 способов наполнения энергии, воронки, там, что-то там еще. И у меня было 22 мастер-класса, огромное количество тренингов. И я как-то вроде хочу все это взять, но я просто понимаю, что у меня начинается жуткая расфокусировка. Жуткая. И да, реально я тогда села, мне было сложно, мне было неохота, ну потому что хочется побольше на себя, да? Хочется ж быть важной. Но я в какой-то момент поняла, что я не буду всем этим заниматься. И от каких-то вещей я отказалась. Я... И даже сейчас, когда я... Я здесь, да? В детстве слышно, видно, у меня просто звонок идет, входящий, сейчас я выключила. Входящие звонки. Так, и вот даже сейчас, когда я в центр пришла, я поняла, что я хочу сфокусироваться на расстановках. И многие из вас заметили, что я убрала вообще энергетические практики. Хотя энергетические практики для меня делали большую очень часть. Я вообще их убрала. Вот сейчас ресурс появился, и я их начинаю добавлять, потому что я вижу, что чтобы качественно отработать и в расстановках, и в принципе энергия нужна с энергетическими практиками. Понимаете, да? О чем я говорю? И тогда я в Академии отказывалась. Мы говорили, что я сумасшедшая, потому что там прям же мастер-классы, народ прям бился. Ну, прям важно здесь быть честной с собой. Вот так это три мужчины внизу сидят, ты села и говоришь, так, с Васей, Колей, или, не знаю, кто там, 4, 3. Сережа, мне лучше всего. Ты садишь, ты говоришь, Вася? Скорее всего, мне сегодня больше подходит. Ты говоришь, слушай, Коля и Сережа. Вы знаете, вот сейчас как-то я не готова. Я сейчас хочу там побыть вот с этим, с этим. Понимаете, да, о чем я говорю? Здесь важно все-таки выбрать эту одну дверь. Я ответила, что-то я долго на эту тему говорила. Просто вы поймите, вот дофига энергии сливаете на все остальное, и у вас тогда вообще ничего нет. Ничего, по факту. Потому что, поверьте мне, и Васе, и Коля, и Сереже скоро может надоесть то, что вы не в балансе с ними. Это может реально надоесть. И они просто вас нахрен пошлют. И тогда, если говорить про проекты, вот о чем ты здесь говоришь, да, несколько проектов, тогда у тебя не будет полноценного проекта нигде. Если, например, у тебя сейчас, не знаю, представим, по 30 тысяч рублей, ну, по 30 мало, по 300 тысяч рублей ты зарабатываешь в каждом проекте, то мое конкретное мнение, и у меня есть в этом опыт, если ты выберешь один, то ты будешь зарабатывать 2 миллиона на одну. Потому что вся твоя энергия бесслива, чем мне сейчас заняться, что мне делать из этих разборок бесконечных с этими мужиками, понимаешь? Она у тебя вся пойдет туда. Я ответила, девочки, мои любимые. Кстати, это я, Вика. Да, да. Да, моя прекрасная Вика. Тебе надо здесь побинать, Ник. Видишь, вообще, это из ценности себя и возможности заявить о себе. Напишите свои имена, пожалуйста. Ой, Светочка моя любимая присоединена. Светулечка, я так тебя рада. Светуля. Люблю. Пожалуйста, напишите свои имена нормально. Вот Ирочка присоединилась. Да, спасибо большое. Я чувствую этот слив энергии. Если Вася, Коля и Сережа одинаковые, по-моему, отношения к ним, то лучше все закрыть. Ну, я не знаю. Может быть, Вася и нормальный. Не знаю вот по поводу все закрыть. Все-таки, знаешь, если у тебя есть туда энергия, значит, что-то с ними есть. Сможешь их просто на время отложить, знаешь. Ну, вот опять же, как у меня показала практика, я первая поняла, что вот когда шубы, у меня были шубы и психология, у меня как-то шубы сами отлились, знаешь, как получилось. Я когда внутреннее решение приняла, что я не могу заниматься и тем, и тем, вот с шубами была история. Россия, Российская Федерация сразу ввела чипы на шубы, и я поняла, что мне бац, ну, как, знаешь, прям сразу сказали, ну, не надо заниматься шубой, потому что у головника много там чипы, вот это акции, акции, как-то акции, короче, короче, что-то там по закону ввели, и у меня все равно на фоне всегда была тема, ну, шубы, там же натуральные животные, и для меня это все время было, как-то, знаете, болезненно. Я даже выдохнула. Наверняка у тебя есть тема, где ты выдохнешь, когда скажешь, Вася там и Сереже, пока. Да, где-то это у тебя на подкорке есть. И вот с академиками мне много курсов нагрузили, у меня там тоже были несколько тем, как-то, вот знаешь, я как будто подкоркой понимала, от чего мне надо будет избавиться. Я тогда, ну, все равно, знаешь, вот, например, у меня, я четко понимала, что я специалист в расстановках и в энергопрактиках, в расстановках и энергопрактиках. То, что не касалось энергии, то, что не касалось расстановок, я сразу чух-чух-чух-чух поубирала. Вот, вот так вот приблизительно. Угу. И, кстати, не вопрос, ты можешь побыть с Колей годик, а потом понять, что нет, там твой был Сережа, и пойти к Сереже, может быть, попробовать. Но реально, девочки мои любимые, имея 50 проектов, 3 проекта, это такой слив, это реально очень большой слив. Поэтому я за то, чтобы выбирать что-то одно и быть качественным чем-то в одном, потому что, да, даже у людей психоз начинается. Когда у тебя написано там, я, что там, шью, пеку блины, что там ты еще делаешь, не знаю. Ну, например, я не знаю, подписаешь, тебе открываешь чем-нибудь в Инстаграм, а у тебя там человек шьет, печет блины, и еще, я не знаю, не знаю, оральными ласками занимаюсь. Ну, как-то вот расфокусирование в мозгу у человека получается, понимаете, расфокусирование. Ну, вот кто меня знает, вы же знаете, что я приблизительно, вот вы прям, когда говорите, вы все знаете, энергия, новые там какие-то вибрации и там ценность себя, вы это все равно все знаете, оно все равно друг с другом пересекается. Если глобально взять все мои тренинги, они приблизительно об одном и том же, просто через разный подход, вот и все. Не надо фокусироваться. И да, мне часто говорили, что мне там можно сексуальные тренинги вести, но я понимаю, что я могу это делать, и даже я понимаю, что это может быть хорошо будет у меня получаться, но я не хочу быть всем, потому что все это в одно время ничего, вот, слышите? и даже я понимаю, что на сексуальные тренинги, может быть, людей будет больше приходить, но невозможно будет закрыть все, выберите что-то одно и там развивайтесь, и там идите, вот, что-то я долго об этом, а как можно вычистить свою цель? Вик, я только что об этом очень много говорила, конкретно поймите, что вы хотите, увидите конечный результат там, актуально для меня, но проблемно и больно, я четко осознаю, что нахожусь в зависимых отношениях с мужчиной, не могу понять, почему не могу выйти из жертвы, солнце обязательно, вот, знаете, как в жизни бывает, я обязательно хочу сказать, обязательно на мастер-класс папа, обязательно, я когда создавала мастер-класс мама-папа, я еще не была на СГТ, но я сейчас 7 дней, просто, вы не представляете, что мы там делали, выворачивали меня на тему родителей, и однозначно там папа сидит, однозначно, однозначно ты там папу ищешь, пожалуйста, прям прорабатывайте папу, прорабатывайте, как только вы попадаете в созависимые отношения с мужчиной, прям, первое, что вы должны сделать, вот прям он орет на вас, вы его любите, прям, вот, хотите уйти, не можете уйти, не надо работать между тобой и мужчиной, нужно реально отработать папу, ты когда поймешь, что твой папа в тебе, что он с тобой, что он за тебя порвет любого, ты когда поймешь, что папа твой, самый лучший мужчина, на планете. И что он, блин, всем даст отпор, у тебя прекратить вот эту истерику. Потому что ты туда засунул, а от папы как-то уйти невозможно. Тебе надо оттуда папу просто вытащить, и все. И все. И ты понимаешь, что рядом с тобой будет партнер, который может давать что-то. Когда вы соединяетесь, вы можете во что-то большее перерастать. Вот и все. И тогда нету этой безумной потребности в папе. Наташенька ответила тебе немножечко. Да, понимаю, благодарю одновременно. Все, люблю вас. Вы частица от желания брать. Точнее, от того, чтобы не тешить свое эго. Задумалась про цели. Может, в глубина там лежит желание, внимание, признание. Да, 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 да. Вот я говорю, люди на вас пойдут. Это, знаете, это, конечно, очень круто сказать вот так в эфире. Ну, очень сложно сделать, я это знаю. Я сама, знаете, когда я только вижу, у меня такое начинает проседать. Просто если говорить про клиентов, да, я только вижу, у меня так начинает проседать тема. Ну, вот прям, смотрю, такие у меня записи, записи, записи на три месяца вперед на индивидуалке. Потом раз смотрю, такой чикс-процесс. Я четко сразу опять, я хочу взять у клиентов или дать. Я перерабатываю себя. Для меня это постоянно. Как только я вижу, что сливнуть сбой по клиентам, ну, то есть люди не идут. Я сразу говорю, чик, я хочу дать или взять. Поймите, важное, если вы хотите взять у клиентов, они будут стороной вас обходить. Они будут идти за 3-9 земель от вас. И как только вы видите, что нет клиентов, сразу хоп, я дать хочу или взять. Я дать хочу или взять. Я дать хочу или взять. А если я хочу взять, я что хочу взять? Пожалуйста, вчерашний подкаст про Мерлин Монро. Как только я хочу взять, я в базе свои, знаете, что хочу взять? Маму-папу. 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 Вы хотите в клиенты взять маму-папу. А когда вы не хотите, они не могут вам стать маму-папу. И вы говорите, мама, дай любви. И все. Клиенты идут к другим терапевтам, понимаете? И я давно с этим работаю. Но вот чем больше я с этим работаю, тем больше я это вижу. Чем больше я встраиваю своих собственных родителей, опять еще раз скажу, это нелегко сделать. Поймите, это не суперлегко сделать. И каждый раз вы выходите на новые уровни с этим. Все мы выходим на новые уровни. И каждый раз, чем больше ты это понимаешь, тем больше откликов становится. Тем больше твоих платьев продается, тем больше твоих проектов продается, тем больше, что там вы еще делаете, тортиков твоих продают и все что вы в мир несете этого становится больше и больше понимаете потому что вы идете в дать 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 юля как реагировать если близких колбасит от моих изменений такая агрессия машинка 1 1 ты должна сама перестать бояться этих изменений потому что нам очень часто самолет взлетает ты вроде понимаешь что ты летишь другую страну и там классно но тебе все равно страшно от турбулентности когда тебе страшно все вокруг ну вот это про про твоих близких не дужно начинаю страшный грибе не понимаете они могут самолет назад посадить вот важно тебе самой признать что это не страшно в первую очередь чтобы они тебе не отражали ну и второе выбирать себя иногда это больно и надо послать всех в шопу извините потому что они вас посадят вниз они ваш самолет вниз уронят еще есть какой-нибудь аварии не дай бог понимаете да приблизительно чем говорю поэтому здесь важно признавать что у тебя есть твой путь и ты идешь по нему это самое важное а часто бывает так что ты говоришь да самолет сейчас трясет мне вообще не парюсь поэтому ребятки взлетаем и ты взлетаешь и они с тобой вместе взлетают поэтому первое они отражают часто тебя твою внутреннюю часть надо с ней разобраться почему тебе самой страшно второе признать что если даже они не полетят они могут выйти за вас смотрю ты полетишь сама потому что это твой выбор лететь выше да и третье признать что когда ты летишь выше и они давиде дать как бывает сумму никуда не полетим выходят из самолета ты беспишją ребята пока и признать то что часто они остаются в этом самолете излетают вместе с тобой это их выбор это их выбор остаться рядом с тобой или нет и ты не можешь закройте двери не выходите самолета ответила солнцем так дальше ирочка о ирочка привет аграды тебе ага а если думала вот что вот мое занятие моя цель а потом жизнь подкидывает еще и дивер это как я прошу бы тебе говорю я вообще полтора года думала что продавать шубы и делать женщина тоже это было совместие женщин красивыми это было мое призвание я поработала опыт получила я благодаря этим шуба вон китай не знаю я знаю где фабрики по производству шут находятся я вообще могу сейчас поехать и 10 раз дешевле шубу себе новую купить понимаете это тоже опыт с этим тоже все в порядке и я недавно думала о том что мы недавно делали мне расстановку не знаю кто-то был из девочек из вас нет вряд ли кто-то но в общем недавно мне делали расновку меня тоже там через полтора года какой-то совсем другой уровень и он совсем кстати не про расстановки и может быть через полтора года я уже не буду расстановщиков и с этим тоже все в порядке вы приходите дать что-то людям на какой-то момент ваша вода заканчивается понимаете потому что когда вы воду раздаете во что-то новое вгружаете новые энергии новые уровни и да может быть я передам эти знания по расстановкам и пойду делать вообще что-то другое как я говорю может быть я стану этим владельцем газпрома например я не знаю поэтому и все в порядке самое главное чтобы ты была счастлива и давала что-то людям не надо из насилия это делать если я сейчас знаю что мои расстановки мои тренинги мои вот эти прямые эфиры могут дать что-то людям я это делаю потому что мне само это удовольствие доставлять а если через полтора года это будет не моё и здесь будет уже не вода не знаю вишневый сок это будет категорически другой с этим тоже все в порядке поэтому не истерим как вам таролог депутат мне кажется это прикольно так давайте перед тем как принять важное государственное решение давайте раскинем картишки поймите важно вот трансерфинг управление реальностью о том что мы же выходим как раз таки за шаблонные представления за шаблоны представления у меня вот есть девушка сейчас в эфире девушка в эфире показать она мне подарила когда-то вот эту картину она висит видите это мой дом я даже думала что висит нефиг он видите дональд трамп хотя все знают какой я патриот я люблю владимир владимировича путина и когда вы пришла повесила этого трампа мы все были в шоке но мне подарила эту картину дональда трампа вот видите вот видите и сказал что однажды это будет моим мой клиент и до каждое утро когда я прихожу сюда в зал дали спальни выхожу прихожу взяла смотрю на дональда и думаю боже надо учить английский надо выходить в основках на новый уровень потому что может быть я буду консультантом трампа который будет с точки зрения расстановок смотреть подходит то или иное решение которое принимается в политике и до сейчас это может звучать очень нереально да потому что мы сидимся в этой системе в этой матрице то о чем управление реальности но по факту все может быть понимаете девочки мои любимые понимаете так что ира нормально поделась камня здесь еще есть вопросы от вики вик тут ты вопросами конечно закидала по дню 47 у меня есть подружка мы общаемся периодами наши встречи не дают мне ресурс но я люблю ходить по красивым местам и отдыхать она и она это любит вот мы и видимся она просто постоянно ноет что нет нормальных мужчин считается ли это созависимые отношения и как можно сохранить общение но не давая терять себе ресурсов заведи другую подружку который любит ходить по таким местам и ходи по таким местам одна вы поймите опять же все в балансе смотри она тебе дает что-то но другой стороны она берет вы в балансе можно это так оставить а можно понять что можно ходить собой и там наполняться да то есть смотри что происходит и сама боишься ходи тогда тебе она заменяет маму ну потому что с мамой не так страшно ходить тогда расплатой за то что она работает у тебя мамой является то что ты сливаешь нее энергию понимаете да чё я говорю у нас так часто с отношениями с мужчиной он лежит на диване знать эти истории муж всю жизнь пролежал на диване и колбасил и бил ее но она работала готовила еду и он такой гадский ну он ей просто все это время заменял папу и это было лишь ее плата за то что он не заменял папу ну так пожалуйста побудь моим папой и вот она ему больше это готовит понимаете и тогда они тоже в балансе поймите он просто работал ее папой и и терапевтируем вот и все поэтому я говорю легче один раз прийти там на расстановку за 30 тысяч рублей встроить и потом жить все спокойно ну это так так если с мужем вместе не живем но не в разводе созависимое отношение есть ребенок следует сократить общение сугубо ребенка следует понять что два муж не твой отец вот и все то есть тут не включаться эмоционально пешки вы просто поймите нельзя никто я сейчас не буду включаться эмоционально сидишь у тебя вы поняли уж не можете контролировать это ты можешь с точки зрения внешности контролирует не включаться эмоционально как это то это все разрывает это выносит тебя он такой пришел ушел это понятно эти эмоции остались нет не пойдет так надо это расстраивать это прорабатывать поймите каждый раз когда вы себя сдерживаете вы усугубляете нельзя себя сдерживать нужно отрабатывать Вика ответила. Вы сегодня просто огонь. Я соскучилась, я целую неделю что-то вгружала в себя, поэтому, наверное, я просто огонь. Юля, я раньше голодала по четвергам, но врач временно запретил. Можно молчать по этим дням? Ой, ничего, про молчание ничего не знаю. Вообще, знаете, молчание Юля Ходарцева вещи несовместимые, поэтому я не знаю. Ничего, про голодание знаю, работает. Вот про молчание, извините, я в этом некомпетентна. Мне иногда кажется, что я даже во сне разговариваю. Это моя, как я раньше думала. Знаете, у меня мастер-класс про харизму. Кто был на мастер-классе по харизму, скажите. Я говорила там на мастер-классе про харизму. То есть то, что вам иногда кажется ваши минусы, они часто ваши плюсы. Так вот, раньше я думала, что то, что я много говорю, это мой большой минус. А потом я из этого минуса сделала плюсы. У меня появились подкасты, прямые эфиры, тренинги и прочее. Вот и все. И тогда я стала харизматичной, потому что я приняла то, что я постоянно говорю. Поэтому про молчание вообще это не моя тема. Я не знаю, как это молчать, как это может работать. Ну, короче, ответ нет. Надо голодать. Избавиться от части окружения. Нужен ли какой-то период переживать трансформацию в одиночку или же заводить новое знакомство? Знаете, по ощущениям. Вот я опять же сейчас пример приведу. Я реально вернулась с тренинга. Я реально хотела побыть одна. Я всех выставила из дома вчера вечером. Я сказала, дайте мне побыть в тишине одной. Важно понимать, что нету как надо. Есть как ощущения. Вот так, по ощущениям. Вот так. Ну что, моя любимая? Такой эфир классный получился. Ну что, разрешите мне его выложить еще куда-нибудь? Вы владельцы этого эфира, потому что эфир закрыт только для тех, кто в управлении реальностью. Ну какие-то части можно я выложу хотя бы? Мне кажется, он такой классный получился действительно. Все ваши доступы к управлению, они остаются у вас навсегда. У вас доступа никто не заберет, мои любимые. То есть, когда вы берете проект управления реальностью, у вас доступы остаются на всю жизнь. Представляете? Вопрос только в том, что вы должны как-то сами себя мотивировать проходить. Но вот сейчас вторая волна пойдет, мы их добавим в чат, и они там будут. То есть, я не буду с чата никого. То есть, в чате вы остаетесь. К эфирам у вас доступ остается. Насколько я понимаю, мне кажется, так правильно. Ну, в общем, короче, когда вы приобретали пакет, вы приобретали его на всю жизнь вместе со всем. К эфирам у вас доступ остается, и ко всему у вас остается, поэтому все. Все у вас есть на всю жизнь. Вот так. У меня на работе всегда выбивает, выбивает астронсорненка. Фирма большая. Да, ребят, вот я, ребят, девушки мои любимые, извините. Это я, знаете, после тренинга у нас там были мужчины и женщины, мы им практически в одинаковом количестве, ребят. Я хотела сказать, что да, управление реальностью, оно немножко, ну, матрицей пытается игнорироваться. И вас может матрица уносить из этого. Это правда. Поэтому вот он сложнее идет, он сложнее у всех идет. Он нелегкий, это правда. И я вам так скажу, чтобы мне его записать, он тоже стоил огромных усилий. Это, знаете, это когда Булгаков издавал книгу «Мастерю Маргаритову», у него там тоже куча всяких историй было с этой книгой, куча всяких историй было с этими фильмами, с этими спектаклями, там люди умирали и прочее. Это про то, когда тоже пространство не пускает. Так же здесь пространство немного сложно, потому что вы выходите из зависимости, вы выходите из управления этим пространством. Поэтому вы, главное, включаетесь и говорите, я все равно иду в свободу, я все равно иду в свою целостность, я иду в свою истинность все равно. Вот. В общем, я вас очень люблю. Ну что, заканчиваем? Сколько мы с вами? 43 минуты. Все, я всех очень люблю. У меня совсем скоро индивидуальные консультации. Если у них кто в Москве, я всех вас жду на расстановках, мне кажется, мне самой кажется, что за эту неделю тренинга энергия как-то поменялась. Даже я вот сейчас вижу, да, что-то как будто другая я стала. Вот. Сегодня групповые расстановки в Москве, так что, если что, я вас всех жду на заместителей. Там нет места уже на заказчиков, на заместителей есть. В общем, люблю вас. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...